Дождь, мелкий, назойливый и с легким шумом, сеял день и ночь. Избы, дома, деревья, все намокло. Квось ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закутывалось в лохматые ктучи. По грязной и сдавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнидая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик-квозница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал. «Погодка, черт тебя надавал! Добрый хозяин, собаку из дома не выпустит!» За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы. Рано утром эта сорока, как про себя назвал ее сердитой возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку. «Семен Захарович», — говорила записка, — «отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо, а машина у нас на ремонте». «Подпись Квасов». Захарович прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе «собери». Ехать ему не хотелось, и, наверное, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу. Он сердито ее не замечал. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогоду. Захарыч долго возился, запрягая гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал. «Становись, пожалуйста, в оглобли. Дура ты, окаянная». Когда выехали со двора, девушка попробовала заговорить с возницей. Спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли тут бывает зимой снега. Захарыч отвечал ей неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь. Но скоро замолчала и задумалась. Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалась председателю и этой сороке, которой приспичило именно теперь ехать в Березовку. «Эх, жизнь!» — вздыхал Захарыч. «Когда уж только смерть придет!» «Но, — журавль!» — кричал он на лошадь. Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке. «Ну и погодушка! Что в тебя, чарти!» — ругался Захарыч и уныло тянул. «Ну, а журавль уснул!» Казалось, этому пути дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал. «Ты что там, хирургия? Замерзла, небось?» «Ну да, холодно!» — призналась она. «То-то!» — кивнул Захарыч. «Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?» «А что?» — спросила девушка. «Скоро Березовка?» «Скоро Медовухина!» — лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадь. «Но, ядрё на Матрёна!» — кричал он громко. Телега свернула с дороги и покатилась под горку, прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожами. Скоро в лагу среди стройных берёзок показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонёк. Всё это очень походило на сказку. Вдруг откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повёл лошадь во двор. Девушка с любопытством осматривалась и, когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека. «Бежи, отогревайся!» — крикнул Захарыч и стал распрягать лошадь. Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах. «Что, отсидела? Пройдись маленько, они отойдут», — посоветовал Захарыч. Он бросил гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку. В избушке пахло мёдом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в чёрной сатиновой рубахе и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затеяливо трепетали пятна света. На переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось, не задремала ли она, сидя в телеге, и не снится ли ей вот это всё. Хозяин поднялся навстречу нежданным гостям. Он оказался очень высоким и слегка сутулился. Отряхнул колени и, прищурив глаза, сказал глуховато, «Доброго здоровья, люди добрые». «Там добрые или нет, не знаю», — ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому. «А вот промокли мы изрядно». Хозяин помог девушке раздеться, подбросил ещё в камелёк. Он двигался по избушке, не торопясь. Делал всё спокойно и уверенно. Захарыч, устроившись у камелька, блаженно окряхтел и приговаривал. «Ну и благодать же у тебя, Семён, прямо рай. Чего я пасечником не сделался, ума не приложу». «По какому же делу едете?» — спросил хозяин, поглядывая на девушку. «А вон с доктором в Берёзовку», — объяснил Захарыч. «Ну, помочил он нас, хоть выжимай и изви его совсем». «Доктор, значит, будете?» — спросил пасечник. «Фельшер?» — поправила девушка. «А, смотри-ка, молодая какая, а уже...» «Ну, согревайся, а мы тем делом сообразим чего-нибудь». Девушке было так хорошо, что она невольно подумала, «Всё-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно жизнь». Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное. «Дедушка?» — спросила она первое, что пришло в голову. «А вы весь год здесь живёте?» «Весь год, дочка. Не скучаете?» «Какая нам теперь скука? Мы своё спели». «Тут, наверное, всю жизнь насквозь продумал один-то. Тебя б сейчас учителем работать», — заметил Захарыч. «Пасечник достал из-под пола берестовый туесок с медовухой и налил всем по кружке. Захарыч даже слюну глотнул, однако кружку принял не торопясь с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что с устатку из холода — это первейшее дело. Она выпила полкружки. Скипел чайник, сели пить чай с мёдом. Девушка раскраснелась, в голове у неё приятно зашумело и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьёв. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на неё глазами Захарычу. «Тебя, дочка, как звать-то?» — спросил он. «Наташей!» — Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал. «Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слёз не обобрался. А вон у неё, видишь?» — указал пасечник на комсомольский значок и добавил. «Они молодцы!» Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе. «Вот вы, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Берёзовку!» «Да ну!» — изумился Захарыч. «И охота ж тебе!» «Нужно, значит!» — задорно ответила Наташа и покраснела. «Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо!» «Эх ты!» — Захарыч крутнул головой и решительно заявил. «Но только сегодня мы уж никуда не поедем!» Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач, толстый и угрюмый человек. Провожая её, он говорил, «Смотрите, Зиновьева, погода-то больно того. Простудитесь ещё. Может, нам кого-то другого послать». Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на неё и подумает, «Я ведь не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно». А вслух, наверное, скажет, «Ничего, Зиновьева». Вспомнилась так же, как пасечник посмотрел на её комсомольский значок. Она резко поднялась и сказала, «Дедушка, мы всё-таки поедем сегодня». И стала одеваться. Захарыч обернулся и вопросительно уставился на девушку. «В Берёзовку за лекарством поедем», упрямо повторила она. «Вы понимаете, товарищи, мы просто... Мы не имеем права сидеть и ждать. Там больные люди. Им нужна помощь». Старики изумлённо смотрели на неё, а девушка, ничего не замечая, продолжала их убеждать. Пальцы её рук сжались в тугие острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших взрослых людей понять, что главное – это не жалеть себя. Старики всё так же с удивлением смотрели на неё и, кажется, ждали чего-то ещё. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды. Они совсем её не поняли. И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала. Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с корниза дробно шлёпались капли. Перед окном избушки лежал жёлтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора невидимая фыркала и хрустела травой лошадь. Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин. «Ты где, дочка?» – негромко позвал он. «Здесь», – ответила она. «Ну-ка, пошли в избу». Пасечник взял её за руку и повёл за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слёзы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в тёмном углу, что-то отыскивая. «Эка ты!» – шапку куда-то забросил, – язви её, – ворчал он. А Пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущённый, говорил, «На нас не надо обижаться, дочек. Нам лучше разъяснить лишний раз. А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец!» Наконец Захарыч нашёл свою шапку, но Наташу вместо пальто надели большой полушубок с брезентовым плащом. Она стояла посреди избы, неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми весёлыми глазами и шмыгая носом. А вокруг неё хлопотали виноватые старики, соображая, чтобы ещё надеть на неё. Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека. По-прежнему ровно шумел дождь, а бочь дороги в канавках тихонько булькала и хлюпала.